Привет, я Эван, и сегодня я притащила вам что-то вроде туториала. Хочу показать вам три способа скетчинга. Довольно банально, да? Если вам не интересен этот видеоролик в формате именно разговора про то, как я рисую, то можете просто отключить звук и просто посмотреть на то, как я рисую рыбаник. На тайм-коде 1351 можно посмотреть на полноценку с моим персонажем. Краткое предисловие окончено. Давайте смотреть на то, как я рисую и объясняю это. Короче, самое банальное. Первый способ, это, конечно же, линейный скетчинг. Самый примитивный, но на самом деле все-таки полный подводных камней. Господи, как много воды будет в этом видео буквально и переносном смысле. Но не суть. Короче, на подопытных рыбках я просто покажу, как вот это вот делается. По крайней мере, как я это делаю. Вы, наверное, можете резонно задаться вопросом, в смысле это сложно и чего такого особенного? Почему именно этот вариант я отделяю в отдельную категорию? Если, по сути, это ровно то же самое, о чем я буду говорить немножечко позже. Так вот, это сложно и отдельная категория, потому что такой способ скетчинга — это не анализ конструктива, это, скорее, анализ формы. То есть, ваша задача, когда вы рисуете именно так, — это изобразить внешние очертания. То есть, просто изобразить силуэт с какой-то легкой детализацией, ну или не очень легкой. Главное, чтобы это было понятно, что это такое. Это довольно, на первый взгляд, примитивная техника. Отлично подходит тем, кто хочет рисовать быстро. Но чтобы рисовать быстро, нужно уметь отметать все лишнее, которое не должно заострять слишком много внимания на рисунке и в процессе рисования. То есть, вы просто, например, рисуя рыбку, просто не рисуете ей чешую, делаете это как-то символически так, чтобы было просто понятно, что эта рыба не кожаная. А если рисуете домик, то не обязательно вырисовывать абсолютно каждый кирпичик. Также при таком способе рисования довольно проблематично делать построение, да и зачем его делать, если на каждый скетч уходит не больше 30 секунд. Короче, если вы рисуете с референсов или с натуры, вам приходится в таком случае очень сильно прокачивать свой глазомер. Но, с другой стороны, оно само по себе вас прокачивает. То есть, вы начинаете просто не перебарщивать с деталями и стараетесь максимально научиться видеть, в первую очередь, внешнюю форму, которая играет огромную роль. Еще такие скетчи довольно легко лайнить, потому что, по крайней мере, вы не будете чувствовать себя ущемленным, потому что лайн получился хуже, чем скетч. Просто сама суть именно этого способа скетчинга довольно примитивна, но при этом универсальна, самодостаточна и всегда, в принципе, смотрится уместно, потому что поверх вот этого или снизу этого, зависит от того, как и чем и где вы рисуете, можно сделать как безлайновую работу, живописную, так и что-то с лайн-артом, и это не вызовет никаких неудобств и проблем. Из советов могу вот что сказать. Чтобы скетчить таким образом, попробуйте отказаться именно от построения и от использования, например, ластика в диджитове или в традишке. Лучше вообще взять линер или тушь с пером или что-нибудь подобное. Неважно, насколько будет это изначально грязно. Главное, чтобы у вас был внятный силуэт, внятная форма, и со временем вы просто научитесь делать их довольно чистенько и понятненько. Это главное достоинство такого образа скетчинга. Кстати, вот такой разворотик получился. А сейчас я приложу видео без ускорения, где я рисую дыковку таким же образом, то есть для убедительного показания, что это, правда, занимает довольно мало времени. То есть где-то секунд 30, максимум минуточка на то, чтобы нарисовать вот что-то подобное, простое. По форме и текстуре и так далее. А, и еще маленький советик. Для того, чтобы рисовать так было гораздо проще и быстрее, лучше использовать материалы, которые не сопротивляются друг другу. То есть, например, линеры отлично дружат с бумагой для маркеров или хотя бы принтерной бумагой, потому что она гладкая. У вас линеры будут идеально скользить. И вот примеры из моего старого скетчбука. Ну, не такого уж и старого, но обзор есть на канале, можете глянуть. Оставлю ссылочку здесь в подсказках. А вот и подъехал второй вариант линейного скетча. То есть скетч с какой-то степенью построения. Его же можно назвать грязным скетчем. Буду честен, я довольно редко таким образом рисую в последнее время, так что мне немножечко сложно, так скажем, выкрутиться в этом плане и показать это наглядно. Но скажу сразу, это тот вариант скетча, который обычно рисуют как новички, так и не новички, так и профи. Это такой самый-самый-самый универсальный вариант, но у него тоже есть свои особенности. И главное отличие от первого варианта. Суть такого скетчинга касается, в первую очередь, именно анализа внутренней формы, то есть объемов. В данном случае их можно обыграть несколькими методами и, в принципе, даже безграничным количеством методов. Например, живой линией, банально, когда вы рисуете именно самый такой классный по динамичности наклона кистью в диджитале или используете мягкий карандаш на бумаге. В этих скетчах можно спокойно оставлять любые линии построения, которые вы делаете. Например, когда вы рисуете человека, вы строите, например, позвоночник или рисуете какие-то схематические формы, чтобы показать, что этот человек объемный. Вы можете спокойно все это оставить, и это будет хорошо смотреться и вообще беспроблемно. Ну, потому что происходит сейчас на экране, это сложно понять, потому что я, блин, я правда уже давно отучился рисовать таким способом, и мне немножечко напряжно. Вот. Но сейчас еще пара рыбочек, и до меня допрет, как это делается. Еще такие скетчи вообще не нужно учиться как-то рисовать по-особенному и стараться, потому что, ну, это просто, блин, скетч. Вот самый обычный, самый обычный вот реально скетч, который подразумевают абсолютно все люди, когда говорят о скетчах. Просто если вы будете подходить к этому делу с анализом формы конкретно, то есть если вы будете делать какие-то элементы построения внутри, подмечать объемы, подмечать то, как ложатся тени на фигуру именно того, что вы рисуете, в скетчах будет и учебный смысл. И вот сейчас на этих скетчах с рыбками начало до меня доходить, что именно я имею в виду и как это показать. То есть вот какие-то все-таки линии построения присутствуют, и какой-то объем виднеется. И я начала играться с динамичной линией как раз-таки, которая позволяет делать это кисточкой. Относительно первого варианта эти скетчи выглядят намного более динамичными и в целом более объемными. Из советов по этому поводу могу вот что сказать. Если вы будете делать именно по такому принципу именно с анализом формы и хотите, чтобы ваш скетч выглядел более чистым, чем он есть на самом деле, то попробуйте рисовать мягкими кистями, вроде айрбраша и альтернативных ему. А также как вариант хорошо подойдет цветной карандаш и просто цветные линии. Это правда очень сильно помогает и очень сильно спасает. И вкину вам лайфхак. Если вы хотите сделать лайн из этого скетча, просто сделайте дубликат этого скетча и вычистите его. Не нужно лайнить это поверх. Просто не надо, вы это угробите, это факт. И получится как в том меме, который я упоминал ранее. А вот, кстати, мои скетчи из традишки из 2020 года и 2018, 2017. Ну, короче, что-то старое в этой же самой технике и более наглядно, чем я это рисую сейчас. Третье. Можно сказать, мое любимое в последние пару лет — это рисование от пятна. Для многих новичков это, наверное, довольно сложная тема, но, тем не менее, это очень действенный способ рисования, потому что вы банально сразу делаете половину работы. Вот буквально вы сделали скетч, и уже половина готова. И это просто замечательно. Это очень сильно упрощает и ускоряет ваш темп рисования. Ну, потому что, как минимум, вы просто раскидали банально нужные вам цвета или тона. Зависит от техники рисования. Можно делать черно-белое, можно делать цветное. В общем, вы сделали половину вот этой работы, а дальше вам остается только отрендерить это все так, чтобы оно выглядело более-менее законченной. Из нюансов то, что вы на первых этапах не сможете отличить рыбу от пакета, а пакет от человека. Так что просто зависит от степени проработки. И когда вы рисуете таким образом, скорее всего, будет такая вот проблемка. Вы можете зациклиться и слишком сильно уйти в детализацию. Еще чем дальше, тем хуже в плане того, что это будет сложно редактировать, если вы где-то ошиблись. Потому что придется выделять целый кусок работы и трансформировать его, перерисовывать, перекрашивать. И, в общем, это довольно сложненько, так скажем. Еще, скорее всего, этапы вашей работы будут выглядеть как-то так. Из лайфхаков и советов. Используйте лассо. Это очень клевая вещь, и она вам, правда, поможет. Также можно использовать кисти полупрозрачные или мягкие кисти. Кисти со смешением тоже идеально для этого подходят. Очень советую попробовать, если вы не пробовали. В традишке же хорошо подойдет масло, акварель, гуашь. Ну, в общем, всякие такие красочно-тягучие материалы. Кстати, спидпейнт с этой техникой рисования есть вот здесь. Я оставлю, опять же, ссылку в подсказках. И как бонус покажу парочку картиночек маслом, которые нарисованы тоже от пятна. Что ж, подведем итог и закрепим услышанное. Если в этом услышанном была хоть какая-то логика и смысл. Простейший, примитивнейший, обычный скетч, который можно сделать, грубо говоря, на коленке, просто простейшими формами. Это очень удобно и универсально, но его очень сложно лайнить. Его главная суть – это сделать все-таки совсем символическую внешнюю форму, без анализа. На такой скетч можно потратить минимум времени и при этом получить максимум отдачи. Из недостатков, чтобы его рисовать, нужно научиться упрощать. Причем упрощать, не теряя главной сути. При достаточном навыке и тренировке можно спокойно и легко и быстро таким скетчем что-то кому-то показать. И с вероятностью 99% вы будете поняты. Второй же тип скетча, который касается анализа формы и так далее, он более динамичен. Он позволяет проще раскидать, например, плановость на рисунке, показать анатомию, показать объем за счет именно динамики линии. Но он занимает несколько больше времени и сноровки. Универсальный вариант, но более универсальный скорее для автора, потому что чаще всего эти скетчи выглядят максимально всратые, неразборчивые, грязненькие. Но если очень сильно захотеть, это можно просто красиво скрыть и сделать вид, что так задумано. В случае чего также эти скетчи довольно сложно лайнить, не разочаровываясь в себе внезапно. Ну и скетч от пятна. Он не всегда уместен, но, на мой взгляд, идеален для диджитальщика, который рисует именно без лухи. Но если вы на полном серьезе хотите лайнить поверх пятнистого скетча, я считаю, что вы странный человек, так скажем. Не, ну чисто теоретически это нормально, но, с другой стороны, просто это две разные техники. Это живопись и графика. Они немножечко не стыкуются время от времени. Но, с другой стороны, у этого есть другое преимущество. То, что, когда вы делаете скетч пятном, вы сразу раскидываете либо палитру, либо тона, либо и тона, и палитру, и все на свете. Грубо говоря, вы, правда, делаете большую часть работы именно уже на этапе скетча, и дальше вам не особо приходится париться по этому поводу. И вам просто нужно довести дело до конца, то есть обмалевать там, где нужно, исправить там что-то, и все, по сути, работа готова. Самая большая сложность, пожалуй, только в неуниверсальности этой техники. Вроде как самое главное я сказал. Вот, короче, примерчики скетча для работы одной, которая будет дальше в спидпейнте. Если вы посмотрите видео до конца, я буду очень благодарен. Пожалуйста, не бейте меня с ссаными тряпками. Я понимаю, что это не дотягивает до нормального туториала, но я просто хочу пояснить за методы, которыми я сам рисую. Еще люди часто меня просят сделать объяснительный туториал, где я буду пояснять за цвет. Я, наверное, сделаю это, но немножечко попозже, потому что сначала посмотрю на реакцию на это видео. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, в конце концов, вот такие вот итоги. Первый тип скетча – это чисто силуэт, контур, который показывает что-то внешнее. Второй тип скетча – это объем, внутреннее построение, то есть что-то такое эдакое. А третий – это скорее цвет, свет, глубина и тоже силуэты. Но без построения, без анатомии, потому что к черту ее, она в этом типе скетчинга просто не имеет смысла, потому что этим вы займетесь позже. В общем, спасибо за внимание, что посмотрели, если вы это досмотрели. И тут можете просто для галочки глянуть спидпейнт с Эвасиком Скеллем и рыбкой Егоний, которую зовут на самом деле Егор. И это тоже полноценный персонаж. Такой же полноценный, как две другие рыбы на фоне. Могу и про это тоже рассказать в точно таком же формате, как в предыдущем видео. Но это если вам будет реально интересно. Хотя, я не знаю, я все равно, наверное, вброшу это рано или поздно. В общем, спасибо за внимание. Как бы, надеюсь, это видео было вам полезным или относительно полезным. Что я, возможно, смог ответить на какие-то вопросы, которые мне задавали ранее по поводу рисования. Ну или что вы просто насытились видом нарисованных рыб. Я, блин, обожаю рыб. Они гениально прекрасные, офигительные животные. Всем спасибо. Всем, наверное, пока. Можете глянуть спидпейнт до конца под музычку. А я с вами прощаюсь. В общем, всем до свидули. Если хотите, подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и что там еще принято делать с видео. Можете отправить его друзьям и поугарать над тем, что кто-то выпускает такие плохие туториалы. Короче, буду благодарен за любую активность. Главное, будьте солнышками и, пожалуйста, не разводите срачи, если что. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok